Майские праздники – это весенний бонус к отпуску, и провести их нужно так, чтобы потом не кусать локти. Делимся идеями, куда поехать на море в мае, где искать экзотику и как развеяться недалеко от дома, чтобы не потратить много денег. В Турции легко отдохнуть в рамках скромного бюджета, впечатления в любом случае привезете бесценные. Самые затратные турецкие развлечения – отдых на роскошном курорте Фитхии и полет на воздушном шаре над Каппадокией. Жаркое солнце, ласковое море, возможность поваляться у бассейна с книжкой, открыточные закаты, древние руины, сладкий рахат лукум и бодрящий хаммам обойдутся совсем недорого и помогут хорошенечко перезагрузиться даже за короткую поездку. Алания считается одним из лучших курортов Турции по соотношению – цена, качество. Местный пляж Клеопатры отлично подходит для отдыха с детьми, здесь много классных игровых зон и пологий вход в море. Развлечения для взрослых тоже найдутся, поднимитесь к средневековой крепости, чтобы снять красивую панораму сверху, или спуститесь в пещеру Дамлаташ с загадочными сталактитами и сталагмитами. Черногория, живописные пляжи и спа-курорты Адриатики ждут вас не только в дорогой Шенгенской Италии, но и в безвизовой Черногории. Полететь сюда накануне лета – замечательная затея, и бюджетно, и культурных достопримечательностей полно, и еда вкусная, и солнце греет. Если соскучились по ночному кутежу, останавливайтесь в тусовочной Будве. А за культурными впечатлениями поезжайте в город дворцов и замков Пираст. Если хочется искупаться, ищите отель в Которе. Он стоит на берегу залива, и вода здесь прогревается быстрее, чем в Адриатическом море, хоть в начале мая и остается бодрящей, около плюс 20 градусов Цельсия. На берегу Которского залива можно заодно и здоровье поправить, отправляйтесь на курорт и гало с лечебными грязями, это совсем рядом с Херцег-Нови. В основном в Боко-Которской отдыхают французы и англичане, соотечественников редко встретишь. Если искупаться не так важно, как сэкономить, поезжайте в отпуск в Ульцинь, где любят отдыхать местные, или хотя бы избегайте самых дорогих мест, это остров Святи Стефан, а еще курорты Бечичи и Рафаиловичи с шикарными отелями, все включено. Кстати, на самом популярном черногорском курорте, в Будве, до начала летнего сезона большой выбор недорогого жилья, да и в кафе цены ниже. Монголия, если ощущение, как на другой планете побывал, для вас важнее, чем количество звезд в отеле, отправляйтесь за приключениями в Монголию. В мае там еще прохладно, плюс 16 градусов Цельсия днем и чуть выше нуля ночью. Но вы едете не отдыхать в тепличных условиях, а прокладывать новые тропы и собирать космические впечатления. Исследовать Монголию без визы можно 30 дней. Но даже за майские праздники вы успеете погостить в чуме у оленеводов, увидеть древние шаманские алтари, встретить рассвет в пустыне Гоби и найти уединенную бухту у берегов озера Хупсугул, синие жемчужины Монголии. Из Улан-Удэ в Улан-Батор можно слетать за 6902 рубля в обе стороны, из Иркутска – за 19956 рублей. А вот цены на перелет из Москвы или Петербурга повыше – от 24457 рублей за билеты туда-обратно. Зато в самой Монголии вы много не потратите, плотно поужинать вдвоем буузами, паровые пельмени с бараниной, и хушуурами, роднячий буреков, в местных кафе можно за 12-16 тысяч монгольских тугриков, или 284-380 рублей. Даже в туристическом ресторане в Улан-Баторе вы запросто уложитесь в 1300 рублей. Квартира или номер на двоих в уютном гестхаусе в столице Монголии стоит около 1600-2500 рублей за ночь. Столько же заплатите за сутки в двухместной войлочной юрте на берегу Хупсугула, и это с питанием. Марокко. В безвизовом королевстве Марокко можно и по-королевски спустить целое состояние, и по-бедуински обойтись малым. В мае двухместный номер за 2000 рублей в сутки вы снимете даже в туристическом Агадире на берегу Атлантического океана. Сытный обед на одного в заведениях для местных стоит всего 40-60 дирхом, 265-398 рублей. А шикарно отужинать вдвоем в марокканском ресторанчике можно за 160 дирхом, тильда 1061 рубль. Лететь, как правило, выгоднее в Рабат, Маракеш или Фес, с пересадкой можно уложиться в 7500-9000 рублей в обе стороны. Билеты в Агадир стоят от 10 тысяч рублей туда и обратно. Средняя температура океана в мае плюс 18 градусов Цельсия, поэтому купаться тут еще холодно, а вот серфить – в самый раз. В бухте Дахлы на юго-западе страны вода всегда теплее, чем у берегов Агадиры и Эс-Сувиры. А еще местный серф-лагерь организует сафари-туры по сахаре. Чтобы позагорать у ласковых волн и погулять по набережной среди мимозы и эвкалиптов, отправляйтесь на Средиземноморское побережье Марокко. Вода у курорта Саидия прогревается быстрее, чем в океане, может, даже окунетесь пару раз. Кроме пляжного отдыха, обязательно побродите по древнему Фесу с двумя мединами. Пересетайте оттенки синего в Шевшиуине, попарьтесь в хаммами и прикупите берберский халат с капюшоном на базаре в Марракеши, Беларусь. Для поездки в Беларусь не нужны ни виза, ни загранпаспорт. Цены здесь низкие, еда вкусная, люди душевные и заняться есть чем. Первонаперво сделайте селфи на фоне ромба оба Актайдра национальной библиотеки и прогуляйтесь по набережной в Минске. Чтобы совместить приятное с полезным, остановитесь в санатории «Юность» в Сосновом лесу на берегу Минского моря, так местные называют Заславское водохранилище. Всего в получасе езды от столицы можно подлечить нервы, укрепить сердечно-сосудистую систему и понежиться в СПА. Деревянный мостик ведет от санатория на живописный остров любви, где хорошо жарить шашлыки, играть в бадминтон, кататься на роликах и рыбачить. Полюбуйтесь старинным дворцом Румянцевых и Паскевичей в Гомель и поймайте Нарачанского угря в самом Большом озере Беларуси. А еще побывайте у легендарной Брестской крепости и сфотографируйте зубров в Беловежской пуще. На обратном пути в Минск можно заехать сразу в три замка – Лицкий, Мирский и Несвижский. Азербайджан – впервые увидеть Азербайджан в мае, значит влюбиться на всю жизнь. В начале месяца уже тепло и в горах, и на Каспийском побережье – плюс 18-23 градуса Цельсия. Позагорайте на пляжах Абширона, попарьтесь в Хаммаме, погуляйте в старинном Бакинском квартале и через Шехер, где снимали стамбульские сцены, бриллиантовой руки, и искупайтесь в лечебной нефти в Нафталане. За расшифровкой древних наскальных рисунков в Галустане время бежит также незаметно, как за обедом в Горном Шеки, вам не захочется уезжать. Продлите себе отпуск на недельку после 9-го, 10-го мая, в день рождения Гейдара Алиева, в Баку отмечают красочный праздник цветов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока!